Друзья, я всех приветствую! Находимся на родном мире Криминальная Россия сервер номер один. Прямо сейчас мы состоим в семье Шелби и стараемся крышевать разные предприятия. У нас получилось в прошлый раз, друзья, крышануть таксопарк. 1% прибыли теперь мы с него получаем, под нами метро, под нами транспортная компания и под нами таксопарк. Именно оттуда теперь мы получаем деньги, именно за эти деньги мы и живем, за эти деньги мы существуем. Но в этой семье я временно и рано или поздно, когда она подомнет под себя большую часть, мы разом у нее все заберем. Попроемщаемся полностью с семьей Шелби, но как это было в прошлый раз красиво, друзья. Мы вызвали десятки машин в одну точку для того, чтобы стопарнуть полностью, парализовать работу такси. У нас это получилось, приехал хозяин и все-таки дал добро на то, чтобы мы его крышевали. И это правильно было со стороны его. Томас, скажи мне, пожалуйста, были какие-то проблемы или нет у нас после этого? Точно, совсем забыл. Он к нам недавно заходил, просил прийти к нему, порешать там что-то. Порешать что-то? Уже порешать что-то? Слушай, ну мы серьезные люди. Мы решаем вопросы, только очень серьезные. Когда его кто-нибудь захочет крышевать, помимо нас, вот в этом случае можно будет нас позвать и порешать вопросы. Сходи к нему, узнай в чем дело. У нас тут важные разговоры. Я опять на побегушках. Ладно, я все-таки, друзья, тоже получаю деньги в любом случае со стороны, да? И должен, как говорится, обращаться хорошо своим клиентам. А те люди, которые платят нам на сегодняшний день, ну они являются нашими клиентами и мы должны за них держаться. Но ни в коем случае неправильно. То есть, если человек платит за крышу, это не значит, что мы должны бегать к нему. Мы не слуги, да? А воры в законе, в конце концов. И когда он ножкой топает, мы не должны сразу же бежать. Но сейчас я вынужден, ладно, один раз, я ему сейчас объясню. Я скажу, что нас просто так не тревожь. Только когда какие-то серьезные дела, которые касаются бизнеса. Ладно, так и быть. Сходим, послушаем его, узнаем, что конкретно хотел. И разберемся. Предупредим. Обязательно предупредим. Скажем, что так не делается. Опа, сыночек. Сыночек тут бегает. Так, лучше не палиться. Лучше сынку на глаза не показываться. Этого делать не нужно. Потому что мы у него тогда велосипед украли. Смотрите, отец разрешает сидеть в таких машинах. Ничего себе. Так, где у нас уважаемый? Уважаемый Максим. Хотел нас видеть? Пожалуйста, выходи. Не заставляй, пожалуйста, воров в законе, где-то непонятно тебя ждать. Кто там? Кто, кто? А как вы думаете? Вы просили? Просили, мы пришли. Ладно, адекватно будем. Он вам все-таки платит. Приветствуем. Слышал, что хотели обсудить что-то? Без проблем. Это вы. Здравствуйте, здравствуйте. Что случилось? Рассказывайте, я вас слушаю. Жалуйтесь. Только можно, пожалуйста, немножко побыстрее? По-любому какая-нибудь ерунда. Перейдем к делу. Да какое дело? Мы не переходим никакому делу. Говори быстрее, что случилось. Идем, покажу. Сейчас давай, может, нас каждый будет звать, мы бегать ко всем будем. И не дай бог, я тебе сразу скажу, это будет какая-то ерунда, то вот эта вот рука вцепится просто тебе в лицо. Я порву тебе лицо, если это какая-то ерунда. Я человек серьезный. Видишь, а те машины. Так, и что? И что ты мне хочешь показать? Слушай, давай быстрее к делу. Ты сам мне сказал. К делу. Давай быстрее. Вижу машины. Глаза есть. Давай быстрее говори. Если думаешь, что ты один такой крутой здесь, и помимо тебя никого нету. Так вот, не хватает одной. Ну какой? Давай, рассказывай. И вообще, зачем ты сыну разрешаешь вот так вот сидеть в своих машинах? Потому что он же все-таки портит машины у тебя дорогие здесь. Феррари в конце концерта. По-моему, не было Феррари в прошлый раз. Красивая тачка. Не хватает хорошей машины Lexus LX 570. Начинается. А он, друзья, где? Он у нас в гараже. Да. Так получилось, что мы у него украли. Украли Lexus. Было дело. Было. Ее украли прямо перед носом. Знаю. Знаю. Поэтому-то он меня, друзья, тогда и, ну, не узнал, но что-то заподозрил. Знаешь хоть, как выглядит? Слушай, что ты хочешь? Что ты хочешь, скажи мне? Я не твой сынок. Я так понимаю, ты большинство времени проводишь с сынком, и, по всей видимости, привык так разговаривать. Со мной так, мне надо разговаривать, потому что... Не забывай про эту руку. Коготь тигра, который вцепится тебе в глаза. Тебе, короче, вернуть ее надо. Все-таки я плачу деньги. Я, правда, хрен знает, где ее искать, но это не моя забота. Слушай, это как раз-таки твоя забота. Ты меня нервируешь сейчас. Вот не заставляй, пожалуйста. Это не твоя забота. Твоя конкретно. Ладно. Ты хочешь, чтобы я вернул машину? Я без понятия. Навряд ли у меня получится? Навряд ли. Сразу говорю, да? Потому что я его машину точно возвращать не собираюсь. Она теперь у Томаса. Но я посмотрю, что можно сделать. Ты меня понял? Ничего не обещаю. Понятно? Это не надо как приказ воспринимать. Ничего не обещаю. Я не занимаюсь поисками машин. Ну вот найди ее. Да слышишь, ты что ты босса тут включил? Я не понимаю. Вот доведешь серьезно. Ладно, все. Отдыхай. Но я надеюсь на тебя. Хорошо. Хорошо, уважаемый. На ты переходь. Не нравится, не нравится. Будешь себя так вести, конечно. Ни машин ничего не увидит потом. Ладно. Один процент. Это все-таки много. Все-таки много. Поэтому стоит закрыть глаза. Попросил человек помочь. Все. Вот это вот как раз таки называется, друзья, ерунда. Полнейшая. Это его проблема. Он что-то потерял. Он бы ключи потерял от дома, тоже бы ко мне побежал. Тоже побежал бы к ворам в законе жаловаться, что он ключи потерял. Ну, конечно, друзья, это бред. Ты ряешь вещи, сам как бы виноват. Если бы не я угнал. Да я как бы не собираюсь этим заниматься даже. Я вам пойду расскажу эту историю Томасу. Он поржет хотя бы. Вместе со всеми. Посидим поржем. Чай попьем, как говорится. А то, видишь, вздумал. Бюро находок тут нашел какое-то непонятное. Я должен бегать, значит, искать машины. Так, ребят, аккуратнее здесь, пожалуйста. Аккуратнее, потому что здесь вора в розыконе обитает. Могут и пристрелить неузначай. Пацаны, есть анекдот для вас. Есть анекдот. Хотите посмеяться? Хотите поржать, парни? Есть смешная новость для вас. Короче, он попросил вернуть ему Лексус угнанный. Найти его. Пожаловался, что угнали. А он где? А? Томас. Где он? А он у нас. А он стоит у нас. Вот он, красавец. Но он тогда, кстати, надо было спрятать его. Потому что он тогда за стенкой стоял, он его не увидел. Опасно все-таки. Это теперь наш Лексус. Да, я знаю, Джон. Я знаю, что это наш Лексус. И мы ему, конечно же, не вернем. Но человек просит помощи. Ты хочешь его вернуть, что ли? Вернуть? Томас, ты же не одобришь возвращение. А ты купи Лексус. У меня таких денег нет, чтобы купить. Ты что, Артур? Я не смог купить. Подожди. Ты говоришь вернуть? Ты понимаешь, что это хорошая идея? По идее. Но, естественно, нет. Найди новый. Подожди. Он узнает. Зачем? Он узнает, что это не его машина. Вот и все. Даже если я новый найду. Ты же понимаешь, что если мы вернем, то как вырастет наш авторитет? А слухи поползут. Томас, ты представляешь? Томас, ты представляешь? То есть нам люди будут доверять? Подумай. Это же ради нашего бизнеса. Я так бы и сделал. Я понимаю твоя любимая машина. Да, я понимаю все прекрасно. Но, Томас, это реально шанс. У нас под носом есть возможность сделать себе хорошую рекламу. Че, других вариантов нет? Конечно. Только если так. Короче. Короче, Томас. Томас. Если тебе дорога репутация, то ты пойдешь на этот шаг. Мы, как бы, можно сказать, взяли в аренду, но при этом получим хорошую рекламу. Ну и, естественно, уважение. Томас, уважение. Понимаешь? Уважение. Ты должен понимать, что это за слово. Томас, мне кажется, для тебя это слово очень многое значит. И для всей нашей бригады, так сказать. Ну разве что ради репутации. Я знал. Томас, вот ты не всегда такой упертый. Это круто. Это круто, что его можно все-таки переубедить. Тогда я могу, как бы, присесть за твой лектус. А черт не забирай. Отлично. Тогда расскажу, как он там обрадовался, не обрадовался. Но я тебе скажу, Томас, это верное решение. Это очень верное решение. Вы представляете, человек попросил помощи, да? Мало того, что мы, в принципе, нашли его лекцию. Так мы это сделали еще и за сколько? Десять минут? Или там меньше даже прошло времени, друзья. Представьте. Ну а Томасу, друзья. Томасу мы, разумеется, новую машину будем вынуждены угнать. Да, мы обязательно ему это сделаем. Без проблем. Машин этих хватает. Ездит таких много. Машиночек. И думаю, что в беде его, разумеется, не оставим. Ну что? Кто ждет свою машинку? Сразу просто заеду в гараж. Просто сразу. Дружище. Открывай, давай. Открывай ворота. Вперед. Кто приехал? Твоя машинка приехала. Но у Томаса все-таки вкус есть, согласитесь. Машина действительно хорошая, громоздкая такая. Эй. Приветствую. Смотри, что я привез за тебя. Твой подарочек. Держи, забирай. Что? Вот именно. Ты попросил, а мы тебе помогли. Ты же не зря все-таки платишь, правильно? Не зря платишь. Спускайся давай скорее. Не верю. Поверишь? Давай сюда. Сюда быстрее. Времени нет с тобой. Куда ты полетел по лестнице? Давай. С тобой нет времени разговаривать. Иди смотри, принимай подарок, как говорится. Правда, без номерков. Номерки мы сняли, но это не беда, я думаю. Самое главное, чистенький. Новенький. Собственно, в каком виде у тебя его украли, в таком тебе его и возвращаем. Видишь? Ты понимаешь теперь, с кем имеешь дело? Да ну нафиг, реально мой. Твой, твой. Конечно, он бы сразу же понял, если бы мы чужой привезли автомобиль ему. Но он все прекрасно понял. Видите, он сейчас подумает, что вот мы в этих кругах замешаны, да? Угоняют там тачки где. Мы быстренько вычислили, позвонили. Кто угнал? Я угнал. Верни, тварь. И все, спокойненько машиночку отдали. Да тут птичье дерьмо даже то. О, видишь? Видишь? То есть знает, знает свою машину. Вот это я понимаю. Все. Давай, короче, короче, мы все сделали. Мы все сделали. Правильно? Правильно. Давайте спокойно ведем. Мы не будем говорить типа, расскажи там. Если что, если что, назови. И да, обращайся на вы. Пожалуйста. Ладно? Наконец-то моя ласточка вернулась. Давай, потом порадуешься. Все. Мне твоя радость здесь не нужна. Машину потому что у Томаса забрали. Мне еще хреновую тучу, зная сколько времени, угонять. Еще искать этот Лексус придется. Вы реально крутые. Спасибо. Спасибо? А что ты хотел-то? Семья шил мне в конце концов. Поэтому какие есть, такие и есть. Помогаем, помогаем людям. Просто так. Запомни. Просто так. Нам никто не платит. Вот и все. Только всегда за что-то. Даже если мы ничего не делаем, зато мы контролируем процесс. Повыше вам оплату на 4%. Что? 5%? Серьезно? Это поступок. Вот здесь Томас будет доволен. И будет 5%. Ничего себе. Да, это круто. Это очень круто. И я рад это слышать. Видите? 5% от прибыли. Это шикарно. Вот теперь Томас просто возьмет и купит, мне кажется, этот Лексус уже. Когда чувак заплатит. Да, абсолютно. Таким хорошим людям. Слушай. Вот это я понимаю. Вот это. Я говорил. Я ведь говорил Томасу, что репутация самое главное. Ничего мне жалко. Братишка. Братишка, все для тебя. Обращайся, как говорится. Сделаем, все решим. Вопросы урегулируем, как говорится. Ладно. Мне идти. Обрадую, ребят. Пусть порадуются. Посмотрим, как отнесется Томас. Наконец-то. Вот я поднимаю. Видите? Такие вроде мелкое дело, да? Но как сильно это влияет на отношения дальнейшие и на репутацию. Поэтому не нужно жадничать в данном случае. Томас не пожадничал. Удачи. Давай, дружище. Томас не пожадничал. Томас принял верное решение, по моему мнению. И в итоге получил то, что получил. Он получил охрененную репутацию. И сверху еще и денег заработал. Блин, гребаный пацан, а. Но что ты? Что ты смотришь? Что ты смотришь? Что ты хочешь вообще, скажи мне? А наглый пацан, я помню тебя за 100 рублей побежал быстро-быстро сразу. Я у него велосипед украл. Ну что, дядю признал? Признал или нет? Мне тогда приходилось из-за тебя прятаться. Папа, этот дядя украл у меня велосипед. Слышишь? Ты что ерунду говоришь? Так. Правда ли? Нет, нет, нет. Стойте, стойте. Не знаю я его. Не знаю. Я малого. Вы вообще думаете, что вы говорите? Вы опять обвинять начинаете. И сейчас опять эту коготь дракона. Вы это что ли хотите? Я не пойму. Я такого не позволяю себе. Мы серьезные люди. Не слушайте, пожалуйста, ребенка. Пусть вообще ребенок в наши воровские дела не вмешивается. Это наши дела. И не надо, чтобы малой, да, был яблоком раздора или как-то он там называется. Из-за него не должен страдать ни в коем случае бизнес. Пойми, это правильно. Я раньше тебя нигде не видел. Слушай, может быть. Я же тебе говорил, что людей много на планете. Ладно. Ладно. Я пойду. Сами там решите дела. И запомни. Запомни. Дети не должны встревать в разговоры взрослых. Мы с тобой все порешали правильно стоять. Эй, слышь. Ты что так базаришь так? Ты что базаришь, а за губу тебя дерну? Можно как-то попроще, а? Вы все-таки с серьезными людьми общаетесь. Так ты и украл мой лексус. Что? Какая цель, ну узнал все-таки. Ладно, подожди. С чего это? С чего бы? С чего бы это я украл? Блин, зачем ты вообще говоришь? Я не понял. Пацаненок, из-за тебя сейчас все происходит. Это понимаешь? Короче. Дрожище. Тебе машину вернули? Тебе машину вернули или нет? Неважно сейчас. Кто украл, что воровал. Посмотри. Посмотри. Повернись. У тебя машина стоит. Твоя. В целости и сохранности. Кто помог этому? Вот перед тобой человек стоит. Я этому способствовал. Поэтому давай без ургани, а? Да-да. Это ты был со своими друзьями. Ну и что? И что? И что в итоге-то? Я вернул. Вернул тебе ее. Понимаешь? И велосипед хочешь вернуть. Я правда не знаю, где он. Малой, не грусти. Что ты купишь себе новый велосипед? Я посмотрю у папы сколько машин. Что ты велосипед не можешь купить что ли? В конце концов, ты еще скажи давай велосипед типа найди ему. Тогда я вообще тут расхочусь. Все, короче. Ну, дружище. Давай. Давай не будем. Хорошо? Давай не будем. Да я с такими как вы больше никогда сотрудничать не буду. Это ты на что намекаешь? Это ты на что намекаешь? Я спрашиваю. Ты что хочешь сейчас сказать? Что ты что? Ты что не будешь платить нам? Или мне сейчас послышалось? А? Ты что не будешь нам платить? Ты в своем уме, а? Чертовы воры. Только воровать не умеете. Я возвращать тоже умею. Ты что меня оскорбляешь? Так, я понял. Ты уверен, что не будешь платить? А? Ты хочешь, чтобы 100 машин сюда приехал? Я устрою это. Будет 100 и 200 если надо. Естественно, я платить не буду. Дружище, не советую. Давай, давай снова 1%. Дружище. За ложь? Да я понял, понял. Я тебе объясню. Самое-то главное, что я отдал. Я просто не хотел конфликтов. Вот и все. Дружище. Давай, короче. Мы готовы на 1%. Нет, конечно. 1. 1%. Ты только что был готов 5 отдать. Слышишь? Блин, малой, конечно. Все испортил, а? Черт. Ладно. Скажу Томасу, что нормально отдал. Типа, все в порядке и все. Думаю, проблемой не будет. Пусть он дальше платит. Иди отсюда. Ты офигел, что ли? А если не уйду? И скажи своим начальникам, чтобы не приставали ко мне. Теперь уходи, пока полицию не вызвал. Вон. Ну ты, блин. Зря, зря на самом деле. Зря. Зря ты так. Я пошел Томасу пожалуюсь. Пацаны. Пацаны. Нас кинули на бабки только что. Дружище. Привет. Подвезешь, пожалуйста. До гаража первого меня. Пожалуйста. Привет. До гаража. Я сейчас просто ходить даже не могу. Надо чуть отдохнуть. Надо чуть отдохнуть. Я бы такси, конечно, вызвал. Но я его такси пользоваться точно не буду. Вот 100%. Это не мое. Спасибо. Спасибо большое. Ё-моё, а? Попадос, конечно. Такси нету. Все, друзья. Только что было сотрудничество. И сотрудничества нету внезапно. Томас! Прости меня. Я понимаю, что машины сейчас нету. И денег теперь нету. И сотрудничества теперь тоже нету. Я не знаю даже, как это ему сказать. Он будет очень сильно сейчас недоволен. Томас! Томас! Уважаемый. Уважаемый. Я как бы постараюсь мягко. Давай так. Давай так. Ой, явился. Да, да, да. У меня есть хорошая и плохая новость. С какой начать? Томас. Давай. Что ты так заговорил? Я сейчас объясню. Да, он уже заподозрил. Уже все заподозрил. Томас, мне очень печально. Ой, а чего вы все слушаете? Давай с хорошей. Точно? Парни. Парни, парни. Вы не представляете. Вот давай с хорошей. Окей. Нам повысили. Я тебе про это говорил. Нам повысили доход от таксопарка до 5%. Как вам такое, пацаны? До 5%. Артур, послушай меня. 5%. Был один. В 5 раз больше. Ты смог бы купить себе этот Лексус. Ты понимаешь, там какие деньги замешаны? Да, 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 да. Но пить рано. Но пить рано. Объясню. Объясню ситуацию. Почему? Ты поднялся в моих глазах. Да, да, да. Я знаю. Сейчас я, по-моему, в друзья очень сильно опущусь. В смысле смог бы? Ой, ой, ой. Ну, как бы, как бы, в общем, в общем, плохая, плохая сотрудничества больше нет. Пойми это. И причина этому. Короче, малой меня узнал. И он тоже узнал, что я вор. И это я украл машину. Грубо говоря, он с нами прекратил сотрудничать. Он больше не платит. Это было тогда, когда я вернул, понимаешь? Чего? Какой малый. Почему срочется? Потому что он меня вспомнил. Я угнал его тачку на глазах, понимаешь? На его глазах это было. Ну, ты совсем дурак. Так, Томас, ну прекрати. Прекрати. Я понимаю, что сейчас произошло. Но я же не думал, что он меня узнает. Надо было Артура послать. Артур, бэм. Пошел. Все было, бэм. Хорошо. Он реально сначала повысил. Он так обрадовался. Он так обрадовался. Он рад этому Лексусу, понимаешь? Ты прям хочешь в метро к Сусу вернуться? Нет, Томас, ты что такое говоришь-то? Он не хочет иметь дел с теми, кто у него тачки ворует. Вот и все. Блин, ты из-за какого-то ребенка лишил нас денег? А я что, виноват, что ли? В смысле, лишил нас денег? И машины тоже, если что, Томас. Да ладно тебе, блин. Ну, поднимемся, как говорится. Ладно тебе. Че ты, блин? Томас, не унывай, пожалуйста. Вот не надо взгляд этот ужасный делать в пол. Не люблю я это. Отлично. Знаю, знаю, пацаны. Тупанул. Тупанул. О, надо было кого-то другого отправить. Томас привез нам машину и сразу же ее отвез. Ну, она вернулась, как минимум. Ну, хотя полицию не вызвал, пацаны. Он мог полицию вызвать. У тебя одни проблемы, Максим. Надо с этим что-то делать. Так, Томас? Что, может, тебя пристрелите теперь, да? Из-за чертовой машины? Вот и беды одни от него. Да какие беды? Ну, немножко не получилось. И что? Да сделаем. Ну, вернем сотрудничество. Я не знаю. Ну, что-нибудь сделаем, пацаны. Я угоню другой. Я угоню другой Лексус. Хорошо? Договорились? Томас, не переживай. Короче, даю тебе последний шанс. Ё-моё. Ну, Томас. Ну, прекращай. Ну, какой последний шанс? Мы же братья. Братья, понимаешь? Ну, ты же смотрел Форсаж. Там тоже, там семья, братья и все такое. Ты же должен все это знать. Ну, Томас, блин. Ну, конечно, мне не нравится, как он тебя ведет. Ну, ладно, я тоже накосячил. Я накосячил сильно. Реально очень сильно. Так получилось совпадение такое, что именно у него выгонял машину. Решай, как хочешь, но чтобы и Лексус, и доверенность владельца таксопарка была. Ммм, ты хочешь, чтобы он все-таки платил? Навряд ли я смогу его уговорить. Я, я постараюсь. Постараюсь делать все, ладно? Ясно, 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 все. Будем переходить, значит, к жестким методам. Я не знаю, что мне еще делать. Но таковы, друзья, реалии криминального мира. Если вам нравятся эти реалии, то, пожалуйста, поддержите ролик обязательно лайком своим. Ну, и не забывайте, что все события происходят на первом сервере родмира криминальной России. Если вы еще не играете, ссылочка в описании есть. МН-команду также вводите, не забывайте. Далее можете ознакомиться с игрой полностью благодаря этой команде. Одиннадцатый пункт промокод. Также не забывайте, максди вписывайте и по достижению четвертого уровня получайте от меня денежки. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.